Подведение итогов для Всемирного Абхазо-Базинского Конгресса – регулярное событие, позволяющее определить эффективность проделанной работы, выявить успешные проекты или области, требующие дальнейшего развития. ВАГ продолжает активно укреплять связи и контакты между представителями Абхазо-Базинского и Убыхского народов по всему миру. За текущий год были реализованы десятки проектов, направленных на укрепление этнокультурного единства, сохранения и развития родного языка, традиций и обучив. За 2023 год план мероприятий был перевыполнен. Наша команда провела 102 мероприятия по различным проектам. При плане 80 мероприятий. Более 50 населенных пунктов Абхазии приняли участие в реализации данных проектов. За 2023 год более 5000 человек приняли активное участие в данных проектах. Реализованные проекты охватывали такие направления, как изучение истории, языка, культуры, спорта, здравоохранения, воспитание и развитие детей, благоустройство территории, бережное отношение к окружающей среде и экологии. Подводя итоги работы руководителя сухумского офиса ВАГ, Тимур Реквава подчеркнул, что те задачи, которые были поставлены Мустой экзековым, выполнены. Объем задач, стоящий перед командой ВАГ, увеличивается. Поэтому и возрастает потребность в новых специалистах. Так, в 2023 году команда пополнилась двумя новыми сотрудниками информационного отдела. Это Алиса Хутаба и Эсма Голанзия. Могу сказать, что за 2023 год количество публикаций составило 3546. Это публикации на шести языках. Основной источник финансирования ВАГ – пожертвования от председателя Высшего совета Мусы экзекова. За последние пять лет они составили более 115 миллионов рублей. На сегодня общая смета постоянных ежемесячных административных расходов Конгресса составляет полтора миллиона рублей. Задачи, количество проектов реализованных и в принципе даже люди, члены команды, все это увеличивается с каждым годом и соответственно растут расходы. Поэтому в следующем году мы нацелены на то, чтобы искать дополнительные источники финансирования, и снизить хотя бы какую-то часть нагрузки, которая на нашем председателе. Кантанья также рассказал о работе, проделанной командой Алашара в Карачаево-Черкесии. За 2023 год проведено 95 мероприятий при плане 90. Охвачено более 23 тысяч человек. Общая смета расходов по деятельности в Карачаево-Черкесии составила более 46 миллионов рублей. О планах работы Конгресса на 2024 год рассказал Инар Гыцба. Он отметил, что они рассчитывают на развитие и укрепление взаимодействия с Федерацией Абхазских культурных центров Турции. В этом году, вы знаете, что в Турецкой Республике состоялись очередные выборы председателя Федерации Абхазских культурных центров. И вот мы высылали предыдущему руководству. Мусах Абальевич направлял информацию, детальную информацию о структуре работы Конгресса, о структуре работы Лошары, о опыте, который накопился за эти годы, да, и о планах. Плюс были проектные предложения и приглашения к совместной работе по реализации этих проектных предложений, которые были направлены предыдущему руководству Федерации Абхазских культурных центров. И с избранием нового правления эта информация была направлена также и новому руководству и обновлена. Уже назрело, значит, чтобы в Турции мы также разрабатывали программы, как в Алла-Шаре, как в Конгрессе. Значит, чтобы в Турции появился свой бюджет такой же содержательный, как у нас здесь. И, конечно же, мы мечтаем, мы хотим все-таки сформировать такую активную деятельность, активную команду в Турции с тем, чтобы такие же программы, как в Абхазии, в Абазашке, происходили в Турции. Может быть, в еще большем количестве, в еще большем объеме, потому что вас в Турции в 10 раз больше, чем в Абхазии и в Абазашке. Соответственно, и потенциал, на мой взгляд, должен быть больше. И в этой связи, давайте подумаем, может быть, нам нужно иметь молодого, активного человека, который очень хорошо разбирается. В отчетной видеоконференции также приняли участие члены ВАГ из Турции, Москвы, Германии, Абхазии. Программа на 2024 год, составленная Сухумским офисом, направлена в аппарат Конгресса для утверждения председателя.